70% населения в России имеют проблемы с печенью, ведь именно она принимает на себя весь основной удар, вызванный жирной и острой пищей, алкоголем, стрессами, плохой экологией и бесконтрольным приёмом всевозможных лекарств. В основном заболевания печени протекают бессимптомно. И такая закономерность, что заболевания печени проходят несколько стадий. В стадии стеатогепатоза, воспаления, стеатогепатита, фиброза и цирроза. И, соответственно, печень, гепатоцит не имеет нервного окончания. И, соответственно, люди не обращаются. А обращаются они в основном по другим поводам. То есть возникает быстрая утомляемость, снижение работоспособности, какие-то кожные проявления. Поэтому, соответственно, пациенты обращаются к врачам-дерматологам, самостоятельно обращаются в лаборатории, сдают анализы, где находят изменения показателей. То есть и уже потом пациенты направляются к нам. Печень – орган выносливый, но нежный. Этот совершенный фильтр отвечает за расщепление веществ. Очищение крови от токсинов участвует в пищеварительном процессе, выделяет желчь для переработки жиров. Она же становится отличным барьером от отравлений, не пропуская токсины в кровоток. Однако бесконечно перегружать её нельзя. Профилактика – это ведение здорового образа жизни, то есть правильное рациональное питание, достаточная физическая нагрузка, особенно при неалкогольной болезни печени. Это отказ от предных привычек, алкоголя, курения, бесконтрольного приёма лекарственных препаратов. Ну и в реальных случаях приходится применять медикаментозную профилактику. То есть назначение групп препаратов, так называемых гепатопротекторов – это препараты, которые способствуют восстановлению функции печени, обладают защитным действием. Выбор гепатопротективных препаратов широк. Но я как врач опираюсь на те препараты, которые входят в стандарты оказания медицинской помощи, то есть на их клиническую доказательную базу, на безопасность, на эффективность. И в качестве примера могу привести препарат фосфоглиф. В своём составе препараты имеют два компонента – глицеризиновую кислоту и эссоциальные фосфолипиды, то есть которые оказывают воздействие как на воспаление, так и на восстановление функции гепатоцита. Препарат имеет бесрецептурную форму, пациенты наши принимают самостоятельно его, но при этом, конечно, нужно соблюдать правила приёма, которые прописаны чётко в инструкции. И всё-таки я хочу остановить своё внимание, что серьёзные проблемы с печенью может определить только врач, и правильное лечение может назначить врач.